ААСС Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, как защитить своё лицо от мороза и ветра. Крем для лица зимой. Морозная и ветреная погода является для нашей кожи лицом настоящим стрессом. Многие женщины страдают от шелушения кожи и от ветреных губ. Лицо раздражается, появляются красные пятна. Причиной такого ветвления можно считать не только погодные условия, но и неправильный ввод за лицо. Большинство женщин считают, что сохранить свою красоту кожи лица зимой просто невозможно. Но это заблуждение на самом же деле холод и ветер лицо высушивает, а перепад температуры после улицы в помещении нарушает работу сальных желез. Кроме этого, в морозную и ветреную погоду клетки кожи нашего лица обновляются намного медленнее. Это все и становится причиной того, что кожа просто не может справиться с воздействием внешних негативных факторов. Она утрачивает свою упругость, стягивается, возникают различные раздражения. Но если зимой правильно ухаживает за своим лицом, то действие таких факторов на кожу можно значительно уменьшить. Если вы пользуетесь влажняющими кремами, то рекомендуется отказаться от кремов, сделанных на водяной основе. Дело в том, что содержащаяся в кремах вода быстро испаряется и стягивает кожу. Это способствует возникновению микротрещин на лице. В морозную и ветреную погоду под макияж в качестве основы нужно использовать более жирные и плотные по консистенции средства. И замечательным вариантом можно считать специальный зимний крем для лица. Он не только защищает нашу кожу от ветра и мороза, но и прекрасно питает ее. Но нужно знать, что выбирать зимний крем лучше известных брендов, так как сомнительная косметика кожи может только навредить. Та же самая жирная кожа во время мороза и ветра становится беззащитной. Именно поэтому она требует деликатного очищения, так же как и другие типы кожи. Для жирной кожи рекомендуется использовать для умывания щадящую пенку. Для всех типов кожи успокаивающие сливки либо молочком. Можно знать, что различные агрессивные средства, тоники и растворы для очистки пор на кожи лица применять не рекомендуется. Умывание льдом следует отложить. В морозную погоду кожи лица и так добирают сполна облаживающую терапию холода. Именно поэтому такую процедуру не стоит использовать, чтобы не травмировать кожу дополнительно. Крем можно наносить на лицо хотя бы за часто выхода на холод. За этот период косметические средства впитаются и будут на морозе выполнять свою защитную органцу. Также женщинам рекомендуется выполнять очищающие процедуры лица тогда, когда на мороз выходить нет нужды. Маски, скрабы и пилинги лучше всего проделать вечером после снятия макияжа. Если после данных процедур выйти на ветреную и морозную погоду, то увеличивается риск получить морожение кожи даже сильное. Также необходимо следить за тем, чтобы состав косметики, предназначенный для защиты от мороза, не входил глицерин. С одной стороны данный компонент от мороза защищает кожу, но с другой стороны может вызвать погрязнение и суток. Особенно это касается женщин с чувствительной кожей лица. У некоторых женщин мороз вызывает аллергическую реакцию на лице, проявляется она в виде воспаления, сыпи, красных судящих пятен. Самолечением в данном случае не рекомендуется заниматься. Обратитесь к косметологу или к дерматологу. Специалисты порекомендуют вам специальные защитные массы либо медицинские препараты, способствующие нормализации кожи лица. Для увлажнения, защиты и успокоения кожи лица после мороза и ветра хорошо использовать косметические масла, особенно если кожа сухая. Прекрасно увлажняют масла, кориды, авокадо, шажаба и прочее. Некоторые маски, которые помогают восстановиться кожи лица. Зимой можно использовать маски из замороженных ягод. Они сохраняют витамины. Также прекрасно питают кожу маска, в состав которой входит мед, оливковое масло, овсяное хлопье и творог. Замечательным средством является клашная капуста, тонизирующая кожу и насыщающая ее витаминами. В зимнее время используйте сметанную маску. Свежая тыква, натертая на терке, смешанная со сметаной, наносится на лицо на 20 минут. После смывается теплой водой. Отлично питает кожу морковная маска. Сочная, натертая морковь, смешанная со овсяными хлопьями. Принцип тот же. Возметляет кожу творожная маска. Свежий творог, две столовые ложки. Смешайте с одним сырым яичным зудком. И добавьте две капли беленьких водородов. Нанесите на лицо минут на 10, не больше. И после смойте теплой водой. Берегите свое лицо как зимой, так и летом. Воспользуйтесь данными советами. Ведь женщина должна быть прекрасной в любое время года. Некоторые правила. Как правильно носить защитный крем? Крем для защиты лица от мороза наносит на чистую кожу не менее чем за 30 минут до выхода на улицу. В пленочке нужно время, чтобы сформироваться и выполнить свои функции. Крем для лица зимой защитный вовсе не обязательно окажется единственным косметическим средством, которыми вы пользуетесь в этот день. Поверх него можно нанести привычный тональный крем и макияж. Обычное воздействие, которое оказывает защитный крем для лица и рук, длится до 6 часов, иногда и больше. Так что утренней порции хватит почти на целый день. Не стоит накладывать новый слой крема по истечении времени действия. Наоборот, кожу лица по возможности следует тщательно очистить и наложить крем облажняющий. Также многие из всего разнообразия кремов выбирают детские защитные кремы. Их состав максимально натуральный. В нем нет красителей, парафинов, консервантов. Кроме того, он способствует заживлению, воспалению микротрещин, ожогов. А для взрослой кожи он подходит так же хорошо, как и для детской. На этом все. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok